Мы действительно находимся под беспрецедентным санкционным давлением. Мы находимся с враждебными акциями со стороны Запада. Санкт-Петербург Тоже считаю, что Медведев никого не взламывал. И то, что он это сделал, он сделал это от души. Что у Пьяного на языке, то у Трезвого на уме. Что-то похоже на это, наверное, и произошло. Я не в том смысле, что он Пьяный писал, хотя и это тоже не исключается. Но, наверное, он где-то слишком откровенно написал то, о чем мне говорят. Они говорят о том, что нужно признать там Казахстан, нужно дать бой Грузии, нужно, так сказать, разобраться с Армении. Они предполагают, что они все из Украины дойдут до Молдовы и так далее. Так же, как и для Казахстана, это своего рода напоминание. То есть мы и так знали, что Грузия может стать очередной целью российской агрессии. Я думаю, боятся этого в принципе в Казахстане. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации Тиграна Эдмундовича Киасаяна. На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Но казахи существовали. И так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И собственно территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. Что там? Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Такаев, НИД? Ну, хорошо. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Ви, Верный, Алма-Ата и все остальное. И уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь при чем? Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры. Защитить русскоговорящее население от того национального произвола, который творился в этой республике. Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности УДКБ и внешних границах государств-членов не только нестабильная, но и несет новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран. Неужели мало сегодняшних жертв? Надо, чтобы в Украине продолжали гибнуть и страдать тысячи людей. Остановитесь! Тайверропа! П Houston! П *** Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом кто-то пришел выйти из состава этого совета? Ну, хотя бы тогда выходило, с чем пришла. Ты не тащил его с тобой в подарки от русского народа?